Раз-два-три, запись идёт. Моя, чаёк забыл. Тихо. Привет, Сахалина. Меня зовут Илья. Я собираю самолёт Е-12НК. Хотел сначала притянуть, привязать... Хотел прикрутить сначала привязные ремни, а потом уже протянуть все гаечки, болты на фюзеляже. С ремнями что-то я не разобрался, честно говоря. Потому что я понял, куда они прицепляются. Там есть кронштейны снизу, получается, и за спинкой там кронштейны. Кстати говоря, я видел, что некоторые пользователи Е-12НК устанавливают ремни сверху на верхний кронштейн. Ну, не знаю, кстати говоря, как правильно. Мне казалось, что они должны обхватывать плечи и назад уходить, чтобы если ты перевернулся, чтобы ты не вылетел. Ну и от вертикальных отрицательных перегрузок. Ну, хотя какие-то перегрузки на самолёте никаких перегрузок лучше не допускать. Но, в общем, кронштейны, они сзади. Как ремни натягиваются, я вообще не понял, честно говоря. То ли я что-то того, то ли как бы не понимаю я. То есть они вроде бы предусмотрены, как бы система натяжения. Но у меня такое подозрение, что их никак натягивать не надо. И их просто нужно подобрать нужный, значит, себе размер и просто прошить полностью там. Ну, я так понимаю. Либо там есть какая-то хитрая система, которую я не понимаю, короче говоря. Вот поэтому ремни я пока отложил. Вот. Думаю, всё равно их можно перекрутить и после. Насчёт протяжки фюзеляжа. Ну, блин, я накосячил, короче говоря. Потому что я думал, честно, что там какое-то усилие нужно для затягивания болтов. Ну, как бы логично так думать, наверное. Это же не особых, на самом деле, в инструкции упоминаний по моментам затяжки. Ну, в смысле особых. Никаких упоминаний по моментам затяжки именно на фюзеляже болтов там нет. Я так полагаю, что дело в том, что раньше он продавал, Евгений Говаленко, эти самолёты как хит-набор. И была инструкция полностью, где всё прописано. Потому что мне знакомый потом сказал, что у него в инструкции написано там момент затяжки один килограмм. Правда, непонятно, килограмм на что? На метр или на сантиметр? Но я так понимаю, что килограмм на метр. Но это прям очень мало. Вот. Ну, они не должны быть, по всей видимости, затянуты. В принципе-то, суть не в этом. Они должны просто не вылететь оттуда. А я что-то их начал, ну, думаю, думал, что нужно затягивать. Я начал, подумал сейчас этим динаметрическим ключом, проверю, короче говоря, насколько вообще затянуты эти болты конструктором. Я что-то начал их тянуть на самом минимальном усилии. А они тянутся. То есть, не срабатывает ключ. То есть, они меньше минимального усилия. Там у меня 5 ньютон-метров минимально. Я ещё меньше выставил. Получается, самое минимальное. Можно, по-моему, что-то около трёх поставить, что ли. А они всё равно протягиваются. Я понял, что я что-то делаю не так, короче говоря. И я начал замерять с штангенциркулем, замерять окружность от этой трубы. И оказалось, что я её сплюснул чуть-чуть. То есть, она у меня вместо круглой стала овальная. Я, конечно, немножко расстроился. Но потом я пошёл проверять ту часть трубы, где затянуто производителем. И она там тоже овальная. То есть, в принципе, она там немножко смята. Ну, по большому счёту, я так полагаю, что это не критично. Потому что, ну, во-первых, она как бы... Овал вертикальный, да, а не горизонтальный. То есть, это по вертикальным нагрузкам как бы даже лучше. Но, с другой стороны, естественно, это всё нельзя допускать на самом деле. И вопросы у меня возникли насчёт материала. Мне казалось, что до 16Т прочнее. Ну, там труба 58 миллиметров. Толщина полтора. И в неё такая же вставлена. Ну, в смысле, полтораметровая. Такая же толщина вставлена. И внутренний диаметр у неё, сколько, 55, да? Вот. Ну, короче, я хочу проверить в солиде. Я сейчас, наверное, вставлю здесь картинку. Или запишу там дома уже, когда проверил, что там получилось по деформациям именно с D16Т. Ну, там в Solidworks нету D16Т. Но там есть аналог какой-то. Я сейчас забыл уже там. Я напишу. Вот. Так что болты протягивать нужно с очень минимальным усилием. И протягивать их вообще-то не нужно, я так понял. Их нужно просто зафиксировать, чтобы они не открутились. Вот. Так что, поэтому замена гаек на более прочные отменяется. Вот. Потому что не нужны там более прочные гайки. Там нужны просто... Я, скорее всего, заменю все болты на болты с... Или просверлю отверстия в болтах и зашплинтую. Либо заменю болты на болты с отверстиями под шплинты. Да, про динамометрический ключ я, честно говоря, подумал даже, что у меня, может быть, из-за холода, там, пружина по-другому показывает. Да, показания. Плюс я еще заметил, что я его хранил... Ну, я в прошлый раз, когда воспользовался, там, 22 выставил. И я его так и оставил, короче. И это неправильно. Нужно хранить его с ослабленной поржуны. Вот. Но суть все равно не в этом, конечно же. То есть дело не в динамометрическом ключе, а в том, что не нужно протягивать их. Вот. Ну, может быть, если бы я позвонил бы с этими вопросами Евгению Коваленко, он бы мне все рассказал. Но я сам виноват, я как бы не звонил. Я решил, что я сам буду разбираться. Короче, ну, то, что у меня есть. Есть у меня инструкция там, да. Есть у меня там интернет, короче говоря. Я и там типа все это. Ну, вот как бы не без косяков, короче говоря. Надеюсь, что там ничего серьезного не произошло, потому что когда я где-то протягивал, что-то так щелкнуло подозрительно. Вот. Но, насколько я понимаю, там просто одна труба в другую вставлена, да. И, скорее всего, там, она же еще покрашена. Скорее всего, она из-за взаимного трения, она немножко сдвинулась, короче говоря. Ну, внутри, да. Вот. Ну, либо надо разбирать этот узел полностью, диагностировать на трещины, и, если что, заказывать и заменять это полностью, эту трубу фюзеляжную верхнюю. Вот. Я еще подумаю над эту тему, потому что, по идее, насколько я знаю, деформация у... То есть, у D16-т, он не треснет, если его немножко сминать, как бы, он достаточно упругий материал, короче говоря. Вот. Ну, посмотрим. Я там потом, если у меня будут какие-то сминаты... Плюс я все равно сначала покатаюсь там, да, по рулю, там, по пробежке сделаю, и там уже будет видно, как бы, как эта конструкция в целом держится. Ну, вообще, выглядит она, конечно, такой вся такая. Гибкая такая. Я, может быть, сниму, как она такая вся шатается. Но это надо, я так понимаю, еще на крылья же пойдут еще эти растяжки, да, вот эти раскосы. Ой, блин. Как они называются? Я забыл, блин. Тросами это все, значит, натягиваешь. То есть, получается она более-менее такая, ну, попрочнее, короче говоря, чем без крыла. Но, понятное дело, что это самолет не пилотажный, короче говоря, нельзя на нем такие вещи выполнять какие-то сложные, поэтому конструкция такая ажурная. Натянул обшивку стабилизатора. В принципе, тоже я сначала не понял. Ну, я сначала использовал метод вот п-образный, да, когда, то есть, она сначала, можно, ну, крест-накрест, да, затягивать, а можно так вот, п-образным таким способом. Вот, потом я показал, что он какой-то не сильно затянутый, и я сделал смешанный метод, то есть, я п-образный, а потом еще крест-накрест прошел, еще сильно затянул. В принципе, нормально получилось, мне кажется, она такая, ну, натянутая, как, не как вот стабилизатор, но, ну, горизонтальный, но примерно тоже так же. чуть послабее в общем с узлами у меня всегда были проблемы поэтому я там что-то накрутил что-то невероятное короче ну в общем нормально держится вот стабилизатор сделал я когда правда чтобы мне обшивку прикрутить к стабилизатору мне пришлось к вертикальному мне пришлось горизонтальный стабилизатор снять я там тоже накосячил конечно блин потому что я что-то не подумал что у меня стабилизатору прикручен руль высоты я когда все это открутил у меня там все полетело но в общем день что-то был неудачный у меня вот но ничего я все прикрутил обратно все установил затянул интересный момент я заметил на стабилизаторе с левой с правой стороны по полету получается да написано буковка л и в ту сторону стрелочка то есть такое ощущение что это левая сторона а не правая но если перевернуть стабилизатор то придется переворачивать и руль высоты а если перейти руль высоты то крепление окажется с левой стороны короче говоря я что-то не понял еще интересно что отверстия вот эти вот вырезанные в обшивки они на стабилизаторе снизу в руль высоты сверху а у допустим у андрея у него наоборот сделано там и вообще мне казалось что эти вот отверстия неплохо было бы чтобы не все снизу были там же будет пыль залетать или еще что-то не знаю ну в принципе тоже думаю не сильно критично это вот но в итоге я все гайки все равно протянул с минимальным усилием там где снизу труба стальная протянул посильнее вот скорее всего эти гайки все равно заменю на шплинты ну то есть на болты с отверстия под шплинты ну вот как то так следующее видео будет скорее всего про настройку тормозов велосипедных вот этих вот и про я хочу сделать ограничитель для педалей там по-другому кое-что хочу сделать и прикрутить уже значит обтекатель поставить комплексный приборчик сниму видео про комплексный приборчик ну ждите всем пока спасибо за просмотр а